Добрый вечер на канале Бук ТВ. Большие итоговые новости в студии Анастасии Мелешкевич. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Масштабный марафон озеленения по Бреске. В областном центре прошла экологическая акция под общим республиканским слоганом «Мирный созидательный труд во благо чистой и зеленой страны». Как результат, в областном центре в разных локациях было высажено 475 деревьев. Страницы истории, которые невозможно забыть. Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполняется 105 лет. В Бресте прошел ряд памятных мероприятий с участием лидеров, уже ветеранов организаций. Взгляд изнутри. В день автомобилиста и дорожника наш корреспондент Василий Набуцкевич отправилась в автошколу ДСААФ, чтобы узнать, как начинается путь будущих водителей. Встреча, о которой будут вспоминать долго. Легенда мировой борьбы, трехкратный олимпийский чемпион и герой России Александр Карелин встретился с брестскими спортсменами, молодежью и провел пресс-конференцию. В эфире программы «Итоги недели» и мы начинаем. Масштабное озеленение городских территорий провели сегодня в Бресте. И это в очередной раз подтверждает общепризнанный факт. Город над Бугом – зеленая столица Беларуси. В рамках единого дня озеленения, объявленного Министерством охраны окружающей среды, а также проходящего месячника по благоустройству и наведению порядка, в городе высадили 475 деревьев. Работа кипела с раннего утра сразу на десятках объектов. Но, пожалуй, главное в этом марафоне – проявление уважения к особым городским местам. Своеобразный вклад в общее дело внесли и корреспонденты нашего канала, побывав сразу на нескольких локациях. Смотрите сюжет с места событий. Сегодня ровно в 9.00 работа по благоустройству закипела в различных частях нашей страны. Только в Бресте для проведения республиканской акции было выбрано порядка 10 площадок. Руководство города совместно с администрацией Московского района и Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраной окружающей среды активно включились в деятельность на довольно масштабном объекте – парке «Тысячелетие». Он выбран не случайно. Хорошая традиция стала как весной, так и осенью приводить город в порядок. Кроме того, у нас сегодня, наверное, можно похвастаться, город является одним из самых зеленых в стране, поэтому мы не хотим упускать это лидерство, и поэтому два в одном – и лидер, и навести порядок на тех территориях, где сегодня это требуется. Парк «Тысячелетие» был, так скажем, задумкой его, да, к тысячелетнему нашему юбилею, и удалось выполнить, так скажем, минимальный объем просто благоустройства, но он пустой, вы видите, по зелени. Поэтому, естественно, что сегодня этой акцией мы хотим, как это, дать старт, началу благоустройства этой территории, и в последующем засадить полностью, чтобы было удобно и комфортно для наших горожан. Брест – зеленая столица Белоруссии, и это звание наш любимый город носит давно и по праву, и каждый год подтверждает этот статус. Сегодня на территории города над Бугом было высажено порядка 475 деревьев. Около 360 деревьев высажено только на территории парка «Тысячелетие», 60 елок и 60 сосен, 113 лип и 52 ясеня. Мы ежегодно стараемся не менее 80 тысяч садить в городе деревьев, кустарников, поэтому вот это, наверное, заложено, так скажем, порядок по наведению территорий, по прирастанию новых территорий в городе. А мы сегодня видим, заречный микрорайон прирастает десятками тысяч метров квадратных площадей, поэтому, конечно, эти территории требуется приводить в порядок. И с этой целью в рамках уже строительства, благоустройства пытаемся высадить все то, что сегодня требуется, чтобы был город зеленый и чистый. Высаживаем мы в основном тут липы, ясени, елки, вот это три группы деревьев, ну и дубы, частично дубы высаживаем, чтобы как-то разнообразить именно посадочный материал, разнообразить саму атмосферу в этом парке. Скажу, что эта акция в данном месте, она не последняя, то есть, естественно, парк будет преображаться, и парк будет озеленяться в дальнейшем. В субботник дело интересное, когда совместное. И как показывает количество участвующих в нем, бескорыстно поработать вместе на благо своего предприятия, города и, наконец, всей страны ежегодно откликаются тысячи белорусов. Многие приходят семьями. Мы принимаем непосредственное участие. Сегодня я лично пришел вместе с дочкой, она мне тут активно помогает. Прививаем точки с самого начала, правильные взгляды на жизнь, чтобы в будущем у нее оставалась какая-то память, когда она тут будет проходить, когда подрастет, будет вспоминать, как вместе с папой, вместе с Барсэмом, кто-то активно принимал участие в высаживании данной аллеи. Не остались в стороне от акции депутаты Брестского городского совета. В своих округах высадили молоденькие деревья. Сегодня территория рядом с детскими садами номер 38 и номер 2 пополнилась новыми саженцами. Мы тоже с депутатским корпусом принимаем участие по наведению порядка. Эта работа имеет свое уже продолжение. Мы ее организовали еще несколько лет назад, высаживая деревья на территории ЖЭСа номер 7 в избирательных округах наших депутатов. Это и 26 округ, 27, 28, 30 округи. И вот сегодня мы эту работу тоже продолжаем. Причем не на новых локациях, а на тех местах, где мы уже высаживали деревья, но по известным причинам какое-то дерево не прижилось, где-то сломалось, и мы выбраковали все деревья, не прижившиеся, и на их место подсаживаем новый материал. Здесь у нас было выбраковано 6 деревьев. Мы высадили 6 деревьев, но у нас за сегодняшний день будет 20 деревьев. Мы восполнили на территории нашего ЖЭСа. Территория центральной городской больницы, которая занимает 6,6 гектаров, сегодня пополнилась аллеей елей. Депутаты, курирующие этот округ, вместе с администрацией больницы высадили здесь 30 хвойных растений. Хотим отдельно поблагодарить Брестский городской совет депутатов, который поучаствовал в нашей акции по благоустройству территорий. Мы высадили более 30 хвойных растений за этот день. Надеюсь, что они все приживутся, и ближайшие несколько новых годов мы будем праздновать вместе с этими растениями. Администрация Ленинского района вот уже две недели продолжает так называемый «Марафон чистоты», в рамках которого организуют мероприятие по уборке и озеленению. Сегодня, в день единого озеленения, работники администрации и жители нового микрорайона по улице лейтенанта Рябцева провели субботник по облагораживанию территории новостроек. Совместная работа поспособствовала и откровенным разговорам. Александр Бласовец пообщался с жителями микрорайона, обсудив ряд житейских вопросов. Сажаем деревья. Это елочки, клёны, рябины. Действительно, район абсолютно новый, большой. Да, инфраструктура присутствует, конечно, она заложена при стройке этого микрорайона, но, как и все новые микрорайоны, не хватает зелени. Поэтому мы и пригласили кооперативы наши жилищные, чтобы они поучаствовали вместе с нами в посадке деревьев. И планируем планомерно, как можно больше, конечно, в этом районе высадить деревья. И, конечно, пользуясь случаем, я хочу призвать всех жителей нашего Ленинского района, нашего города Бреста, вместе всем наводить порядок и чистоту. Потому что, ну, и экономика, и вся наша повседневная жизнь начинается с простого, с наведения элементарного порядка. Возле своего дома, возле своего гаража, на рабочем месте, возле рабочего места. Поэтому постоянная работа ведется, предприятия, организации участвуют, тоже все руководители это осознают и понимают. Поэтому только вместе мы сделаем наш город чище и уютнее. Мы сегодня пришли помочь облагородить наш новый район. Мы новые жильцы, живем чуть-чуть дальше по улице, в доме 35Э. Но решили на добровольных началах помочь навести красоту, чтобы наш район был красивым, зеленым, чтобы было приятно посмотреть. Зеленая акция в рамках месячника по благоустройству стала ярким примером того, какая сила может быть в объединенных усилиях. Здесь люди ощутили себя частью общего дела и увидели, как небольшими усилиями можно создать большие достижения. Виктория Гапутина, Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Более века назад в новом государстве была создана новая организация для молодых. И название ей дали значительное – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Уже завтра, 29 октября, легендарному молодежному движению СССР комсомолу исполняется 105 лет. Да, Валкасэм ушел в историю, но память о нем согревает душу тем, кто прошел эту самую школу оптимизма и энергии, выбирая активную жизненную позицию, стремясь интересно жить и иметь самое непосредственное отношение к реализации общественно полезных инициатив и построению сильной страны. Чтобы перелеснуть страницы этой истории, ощутить дыхание эпохи, почувствовать неповторимую связь со времен и поколений, ко дню рождения в ЛКСМ правоприемники организации «Лидеры» и активисты Белорусского Республиканского Союза Молодежи провели ряд мероприятий. 29 октября исполнится 105 лет в ЛКСМ – уникальной молодежной организации 20 века, которая дала путевку в жизнь миллионам активных советских юношей и девушек, которые верили в общее дело и внесли огромный вклад в развитие страны. Лидеры комсомольского движения всегда и везде были первыми. Защищали родину от врагов, возводили новые города и поселки, осваивали, целину, активно участвовали в реализации молодежных проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта. Именно об этом вспоминали на торжественном собрании, посвященном 105-летию комсомола. Комсомол в вашей жизни так много значит. Он в душе, он в судьбе, не иначе. С этими словами однозначно согласен председатель ветеранской организации «Погранвойск Восток» Московского района города Бреста. Ветеран комсомола Александр Миронов. Свою молодость он вспоминает с улыбкой и в разговоре с нашей съемочной группой отметил ощущение, как будто вернулся в то время. Воспоминания самые приятные, самые хорошие. Как будто в молодость обратился, потому что молодость была бурная. Начинал я свою комсомольскую биографию на Целине. Это Северный Казахстан, Павлодарская область. Очень интересное время было тогда. Там я получил комсомольский билет и получил путевку в райкоме комсомола для службы в пограничных войсках. Тогда комсомол шефствовал над военно-морским флотом и погранвойсками. И чтобы попасть в погранвойска, нужно обязательно иметь путевку. Так что комсомол и там преследовал меня, а я с ним был рядом. Вот такие у меня впечатления по сей день. О комсомоле самое приятное, самое хорошее. То есть комсомол, он не только агитировал, пропагандировал, он еще и воспитывал. На несколько часов круглый зал горисполкома превратился в машину времени. Листовки, плакаты, черно-белые фотографии, разговоры. Каждый вспоминал свои комсомольские годы с улыбкой, с теплом на душе. Ветеран комсомола Лидия Жилич не исключение. Самые положительные эмоции, потому что это была жизнь полна впечатлений, мероприятий всевозможных, встреч. И вы знаете, с волнением вспоминаю все эти мероприятия комсомольские, пионерские, все эти пионерские приветствия. 105-летие Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи – важная дата для многих. А потому и мероприятия, которые проходили в городе Бресте, достойные. Одно из таких стартовало на площадке у бюста лейтенанта Алексея Наганова, где собралось несколько десятков бывших комсомольцев и представители преемников ЛКСМ Белорусского республиканского союза молодежи. Данное движение имеет долгую историю. Оно было создано в далеком 1918 году и закончило свою историю в 1991. Конечно же, оно имеет в себе долгие устойчивые традиции, которые сегодня продолжает и приумножает именно Белорусский республиканский союз молодежи. Данное мероприятие «Комсомолу 105. Диалог поколений» организовано совместно и Белорусским республиканским союзом молодежи, и Брестским областным исполнительным комитетом. Как у нас любят говорить, бывших комсомольцев не бывает, и это правда, потому что это именно те люди, которые видели, как развивалась наша страна, и в рамках диалога поколений они передают все те знания, которые были накоплены ими, передают нам, будущему, которое мы сможем передать нашим последующим новым поколениям. Комсомольская юность, она еще потому, что юность, она вечная в памяти, особенно для нас в нашем возрасте теперь, мы ностальгируем по тому времени. Но на самом деле для комсомольских работников того времени, я думаю, что и сегодняшних дней, она несет какой-то особенный отпечаток. Нам казалось, что максималист, знаете, казалось, что мир вращается вокруг нас. Вот этот дух, на мой взгляд, вера, ответственность, патриотизм, инициатива, этот дух нам и нужно передать. Может быть, не все то, чем мы жили, как мы жили, это не столь важно, а само состояние, эмоциональное состояние, серьезное такое человеческое, мне, думается, это очень важно. Продолжилось мероприятие в Брестском академическом театре драмы. Здесь участников встречи ждала тематическая выставка, черно-белые фотографии, вырезки газетных публикаций, книги, значки, комсомольские путевки, партийные билеты. Все это было представлено для того, чтобы передать и рассказать как можно больше современному поколению. Да, того союза молодежи уже давно нет, но все, чего добивались и обрели наши бабушки, дедушки, отцы, матери, сегодня поддерживается и сохраняется самой массовой молодежной организацией в стране БРСМ. Торжественным завершением встречи стала диалоговая площадка «Комсомолу-105. Диалог поколений». Нашей молодежной организацией 105 лет. За этот период были и взлеты, и периоды стагнации. Но самое главное, у молодежной организации никогда не было падений. Они всегда двигались вперед. Почему? Потому что старшее поколение им оставило очень хороший фундамент, благодаря которому мы эти кирпичики нашего дома очень хорошо раскладываем, растем и двигаемся только-только вперед. Я хочу, самое главное, пожелать каждому из вас здесь, сидящим за этим столом, крепкого здоровья, чтобы вы с нами подольше побыли и побольше нас еще поучили. В ходе встречи были награждены лидеры комсомольских организаций разных лет и активисты нынешнего союза молодежи, которые продолжают идеи ВЛКСМ, интерпретируя их в соответствии с условиями, которые диктует современная жизнь. Спасибо огромное, спасибо большое. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемантович. Специально для программы «Итоги недели». В последние воскресенья октября в нашей стране традиционно отмечают День автомобилиста и дорожника. Мобильность, надежность, безопасность – вот и критерии, которыми нужно руководствоваться при управлении транспортным средством, контроле его технического состояния, также организации дорожного движения и проектировании дорог. В профессиональный праздник наш корреспондент Василий Набуцкевич отправилась в автошколу Бреска районной организационной структуры ДСААФ, где под руководством чутких инструкторов начинают свой путь водители Брещины. И не спроста, ведь за последние пять лет в автошколах организации обучено более 40 тысяч водителей различных категорий. Команда опытных инструкторов автошколы районной организационной структуры ДСААФ следит за качеством обучения каждого студента. И все инструкторы – первоклассные водители со стажем, по-настоящему влюбленные в свою работу. Я преподаю здесь больше 10 лет, а водительского стажа, сейчас посчитаем, в районе 18, плюс 18, 36, в районе 18 лет. Работа у нас очень интересная, с людьми каждый раз что-то новое. На такую работу приходишь, вот некоторые жалуются, что у них рутинная работа, а у нас каждый день приключения. Первый рабочий день сначала в класс зашли, помню, со мной сын был в классе, познакомились с группой, тоже, как я этого ни разу не делал, как бы волнения было. Первый выезд в город, помню, то же самое, но страшно было, потому что ни разу не ездил с учеником, тем более. А потом, как бы, попробовал, поездили, все нормально. Ну, должен быть старшее вождение тогда, но если бы не было старшее вождение у меня, допустим, то было бы сложновато. А так как я много ездил раньше, то, как бы, мне легче было. Инструкторы любят свою работу за общение с людьми, непохожие друг на друга рабочие дни. Основной целью каждого инструктора является формирование навыков безопасного вождения и ответственного дорожного поведения у своих студентов. Общение с людьми. Все люди разные, все приходят, все увлечены этим процессом. Очень интересно водить автомобиль. Вы водите автомобиль? Нет. Вот сейчас мы с вами попробуем, вам будет интересно. Вы посмотрите, насколько это многогранная интересная профессия. Водить не только профессию, но и образ жизни. Работа с людьми, благодарность учеников. Когда ученики сдают, они благодарны за то, что, ну, звонят, каждый сдают. В этом и есть, учишь людей, какие-то навыки даешь людям. Вот, в этом нравится, пользу проносишь. Как и любое обучение, инструктаж по вождению собственного автотранспорта не обходится без казусов, забавных случаев, которые очень похожи на старые добрые анекдоты. Но в отличие от добрых шуток, истории инструкторов не выдуманные. Это когда поворот, колесами поворот показывают, вот, путают все. На руках приходишь, написано право, лево. Когда вот выполняешь простейший элемент, разворот дворики, говорят, останавливаются, говорят, мне нужно записать. И пишут, я кручу два раза оборот. Пишут конспекты, очень много, педали подписывают некоторые. Вот, правая нога, газ, тормоз, левая нога, исключительно сцепление, прямо и написано. И на ботиночке клеят скотчем. Такое тоже бывает. Поэтому очень много. Едем на кольцо, может, третье вождение. Вот, ученик, ну, хорошо ехал. Ну, так, в принципе, ездили на заправку. Вот. Кольцо спередал, говорит, что кольцо, что делать? Я говорю, закрывай глаза, едь. Вот. Ну, взял глаза, закрыл и поехал. Ну, как бы, типа, я на него, что делаю? Вот, он смеялся, неделю ходил, я неделю ходил, смеялся с этого. С закрытыми глазами, короче, на кольцо выезжал. Стереотип о женщинах за рулем давно остались в прошлом, считает Андрей Супрунович. А Василий Фиськов уверен, на права должен утучиться каждый. На категорию Б, наверное, женщин сейчас учатся даже больше, чем мужчин. Кстати, вот, они вводят на сегодняшний день. Раньше была тенденция, вводили парни лучше. Сейчас тенденция, что девушки даже вводят лучше, чем парней. На категории Д, если раньше не было девушек, то сейчас появляется очень большое количество девушек. Даже на перевозку опасных грузов, ну и на водителей международников. То есть данная тенденция смещается не только, раньше была исключительно морская, а на сегодняшний день все больше и больше в данную профессию приходит девушек, женщин, очень большое количество. Если даже раньше на категорию Д не было совсем девушек, то на сегодняшний день, если 20 человек в данной группе есть, то из них 7-5 бывает девчонок. С 16 лет надо давать всем. Каждый человек должен учиться. И как в Америке, как везде. Чем раньше, тем лучше. Педагоги автошколы внимательные и чуткие мастера своего дела. С такими инструкторами в город выехать не страшно, считают их ученики будущие покорители дорог. Очень замечательный человек. Хороший. Все правильно. Старается научить, как надо правильно все это делать. Очень такой ответственный. Рекомендуете? Очень, да. Очень рекомендую. Очень хороший человек. И как человек, и как инструктор. Очень хорошо. Обучаться в данной школе очень легко, так как преподаватели всегда помогают, все очень хорошо объясняют. А если ты допускаешь какие-то ошибки, они только поддерживают. И не без какого-либо негатива. То есть, очень приятная атмосфера. Обучаться приятно, легко. Профессия водителя требует высокого профессионализма, внимания, выдержки и мастерства. Мы желаем всем водителям Бреста ни гвоздя, ни жезла. Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Итоги недели. С 27 по 28 октября в Брестском государственном областном центре молодежного творчества подвели итоги четвертого открытого областного конкурса творчества «Онлайн-театр» и прошел второй открытый областной театральный форум. Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых учащихся развития творческой активности детских и молодежных театральных коллективов. В свою очередь, форум – это способ подвести итоги и собрать в одном месте лучшие коллективы школ и учреждений дополнительного образования. Мероприятие объединило школьников Бреста в зрительном зале, где состояли спектакли областных и детских гостевых молодежных театральных трупов. А юные актеры и их наставники смогли окунуться в творческую среду, поучаствовать в мастер-классах по сценической речи, кукловождению, актерскому мастерству. Конкурс «Онлайн-театр» проходит уже в четвертый раз. Его организаторы – Главное управление по образованию Брестского облсполкома и Брестский центр молодежного творчества. История театральной феерии берет начало в период самоизоляции пандемии. А форум, как логическое продолжение конкурса в оффлайн-формате, стал площадкой обмена опытом между театральными труппами. Театральный областной открытый форум мы проводим второй раз. Идея его возникла в рамках нашего открытого конкурса театрального творчества коллективов учреждений образования области. Мы решили показать лучший творческий опыт в области театрального творчества не только нашей области, но и республики. Показать и широкому зрителю, и показать педагогам. Поэтому и возникла идея форума. Это не просто показ спектаклей, театрализованных представлений. Это еще и своеобразная учеба, обмен опытом, методическими наработками и так далее. Конечно, мы стремимся на финальные мероприятия нашего конкурса театрального творчества онлайн-театр. Приглашать представителей лучших практик, судя по тем заявкам, которые мы увидели. Поэтому, кроме коллективов нашей области, у нас в гостях в этом году, в частности, коллективы из Сальгорска, из города Минска, из Мозыря. В области у нас 9 образцовых коллективов со званием «Образцовый и народный», а также около свыше 300 объединений по интересам театрального творчества. Для такого жизнедеятельного толчка, для развития детского театрального творчества был создан этот проект для того, чтобы педагоги пообщались, поделились своим педагогическим опытом, вдохновились. А дети завели знакомство, увидели творческие успехи других. В данном театральном форуме в этом году в заочной форме прошел дистанционный конкурс «Четвертый детского театрального творчества онлайн-театр», в котором приняли 1200 учащихся в районных городских этапах, а в сам уже областной этап 337. Во время торжественного открытия форума награды нашли своих героев. Лучшие театральные коллективы награждены грамотами, благодарностями и ценными подарками. Первый день двухдневного форума зрители ждали драматические спектакли на большой сцене. Удивительное путешествие кролика Эдварда, Оскар и розовая дама «Дорогой бог», Галя по рассказу Янки Брыля и многие другие. Они не оставили равнодушным никого, а сами актеры удивляли креативом, мастерством и талантом. «А это мой мама и папа. И, конечно, моя любимая бабочка Пилигрина. Пилигрина!» «Однажды в доме на Египетской улице жил кролик». «Спектакль можно описывать бесконечно, но в целом это история про любовь, про то, как в человеке появляется эта любовь, и как она его впоследствии ломает, и почему это все в итоге получается прекрасно. Фестиваль такой сумбурный в этом году. Очень сложный был зал. Замечательная сцена. Ну, не нам судить себя со стороны, собственно говоря. Нам понравилось». Второй день прошел на малой сцене студии «Раёк». Здесь показывали кукольные и теневые спектакли. «Дружбой нужно дорожить» образцового театрального коллектива «Коламбур» Малорицкого районного центра дополнительного образования детей и молодежи. Баллада о маленьком разведчике объединения по интересам театральное творчество средней школы номер 9 города Бреста имени Наганова. Два жадных «Медвежонка» и на золотом крыльце сидели образцового театра «Кукол» «Чаровная табакерка» и театрального коллектива «Позитив» при средней школе номер 12 города Бреста имени Губаревича. «Идея у нас появилась в связи с учебным процессом, который у нас организован. Я преподаю искусство в шестом классе и целым блоком, третьим разделом мы изучаем театр. И одна из форм театра потрясающая, которая очень нравится детям, это театр теней. Он и легкий одновременно, и доступный для каждого, сделать в домашних условиях, принести в школу что-то, показать. Но вместе с этим очень завораживающе и интересен для детей». «Мне это нравится, мы разговариваем, вырезаем, но это время вместе, нравится мне». «Вы много, конечно, театра?» «Ну, с прошлого года». «Расскажи немножко о процессе подготовки в стихотке». «Мы вырезаем реквизиты для него, куколок все вместе, потом реквизиты для его сценки делаем, записываем аудио, ну и тренируемся показывать, выставляем». «Нашему коллективу уже 20 лет. Почему мы выбрали такую форму, каламбур? Потому что мы учитываем все индивидуальные возможности каждого ребенка и находим творчество для каждого индивидуально. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то может просто водить куклой. Поэтому и название у нас такое получилось. За эти годы мы попробовали все формы, все жанры творчества театрального, даже освоили элементы цирковой скакалки, потому что дети, они по натуре очень энергичные. Ну а сейчас мы остановились на такой форме, как теневой театр, потому что здесь выражается через пластику, наверное, действительно детская его эмоциональная душа». Сегодня мир вокруг зрителя подчинялся только воображению актеров. Узнаваемые образы, которые они создавали при помощи своих тел и кукол, сменяли друг друга по волшебству. Ожившие тени приводили гостей в детский восторг, возвращая волшебные времена, диафильмов и черно-белого кино. «Мне очень все нравится, особенно спектакль «Приключения кролика Эдварда». Он очень интересный. И, в принципе, все спектакли тоже очень интересные». Помимо просмотров чудесных спектаклей, участников форума ждали мастер-классы по сценической речи, кукловождению, актерскому мастерству. Активность пришлась по душе и юным актерам, и их педагогам. Любой форум театральный для актеров – это огромнейшее событие. Потому что в зале в большинстве своем чужой зритель, но очень много профессионалов. Все смотрят на тебя. Все тебя прям не просто смотрят, а прям выискивают. Очень предметно, придирчиво смотрят. Очень приятно с ними работать, очень приятно делиться и очень приятно чувствовать вот эту вот энергию. Поэтому огромный праздник, огромное событие. Повторюсь, во дворце великолепнейшая сцена, замечательный свет, очень хороший звук. И она именно театральная. Мы на очень многих площадках выступаем в разных городах, и часто площадка просто невозможна. И очень тяжело играть историю. Здесь все для того, чтобы тебя видели, слышали, понимали. Было здорово, классно. Театр поднимает настроение, заставляет взглянуть на мир под другим углом и объединяет всех причастных к этому хрупкому и удивительному миру. И мы настоятельно рекомендуем присоединиться к форуму в следующем году. Театр – это здорово! Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. На этой неделе в Бресте прошло заседание комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности и обороне. В мероприятии принимали участие представители Постоянного комитета союзного государства, Государственного секретариата Совета безопасности Белоруссии, Министерств обороны и пограничных служб двух стран. Членом этой комиссии является и легенда мировой борьбы трехкратный олимпийский чемпион и герой России Александр Карелин. В рамках рабочей поездки титулованный спортсмен нашел время для встреч с брестской молодежью, спортсменами и журналистами. Ответить на интересующие всех вопросы в ходе пресс-конференции и провести им на автограф-сессию. Общение с Александром Карелиным прошло интересно и эмоционально. Есть люди, которым на роду написано быть победителем. И дело здесь, наверное, не только в их трудолюбии, силе воли и прочих качествах, которые, как правило, помогают добиваться высот. Дело в харизме. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Человек, который занесен в книгу рекордов Гиннеса. Россиянин Александр Карелин бесспорно обладает ей сполна. Казалось бы, ну чем может удивить молодежь борец с богатырской внешностью? Будь он даже трижды олимпийским чемпионом, обладая аналитическим складом ума и тонким чувством юмора, может. Да и еще раз да. В этом убедились мы сами. Проведя встречу для брестских ребятишек, Александр Карелин доказал, что легендарные спортсмены – это разносторонние развитые личности, чья харизма буквально бьет через край. Если наша встреча кого-то из них убедит в правильности выбора, оставит его в зале спортивном, заставит правильно думать о тренере, то эта встреча и время будет потрачено не зря. Поэтому встречаюсь всегда, не только в избирательные периоды, встречаюсь с молодежью в школах, не только в спортивных, но и в общеобразовательных, в институтах. Я никогда не отказываюсь себе в такой возможности, потому что это очень интересно. И даже работая в парламентском собрании Союзного государства, всегда, где бы ни проходили наши либо комиссии, либо пленарки, всегда прошу коллег дать возможность повстречаться со спортивной общественностью. И в университетах встречался, и в Гомеле, и в Гродно. Вот сейчас смогу поговорить с брестскими юными спортсменами. Поэтому всегда этому настоятельно выделяю время, потому что это и для меня важно. Час времени именно столько ушло на общение спортсмена Александра Карелина с юными брестскими спортсменами, и это время однозначно не было потрачено зря. Ведь глаза ребят горели при общении с легендой борьбы, а лесорук и нескончаемые вопросы не прекращались ни на секунду. И это неудивительно. Несмотря на пронзительно серьезный взгляд и гору мышц, по глазам Александра Карелина было понятно. Он тот самый добрый спортсмен, с хорошим чувством юмора, которому так и хочется быть для детей не просто примером, но и другом. Потому неудивительно, что диалог между мальчишками, девчонками и Александром Александровичем был по-настоящему теплым и душевным. Как ваши родители относились к тому, что вы начали заниматься борьбой? Папа и тогда и сейчас живет в утверждениях, что все возможно, недопустимо только праздность. Ну то есть раздельдяйство. Он всегда говорит, что не знаю, не охота и не буду здесь, дома не работает. Поэтому ты должен... Понятно, первый зал, куда он меня привел, это был его любимый вид спорта бокс. Но там бьют по лицу. И я понял, что если по такому лицу еще будут бить, то девчонками никогда не познакомились. И пошел в высокоинтеллектуальный вид спорта в борьбу по приглашению Кузнецова. Мама всегда относилась напряженно к моим занятиям. Тем более я начал на третий год занятий, сломал ногу. Мама сожгла мою форму, как в сказке по лягушку. Вот. Царевну в смысле. И очень сложно к этому относилась. Но позже сказала, что молодец. Ее нет, к сожалению. Но была очень довольна тем, что ее сын может поднимать стадионы под гимн нашего государства. В откровенном разговоре с ребятами чемпион делился не только своими победами, но и вспоминал о неудачах. Юного спортсмена Ваню волновал вопрос, что же все-таки чувствует Александр Карелин, когда случается поражение. Спортсмен беспрекрасно рассказал о своем поражении американскому борцу. Ты предал ожидания очень многих людей. Предал, потому что ждали от меня, что я смогу выиграть в этом финале. Я бездарно проиграл, 0-1. И было настолько больно, что не мог разобрать даже форму, то, что называется, боевые доспехи. Но у меня сумка простояла с экипировкой на балконе дома в квартире, там, не знаю, куда два с половиной. Ну, понятно, я тренировался, но прикоснуться к этим свидетелям своего позора я не мог. Вот такие впечатления. Поэтому у Вани, если что, лучше выигрывать. Намного приятнее. И форма не такая колючая, и одеяло не такое кусачье. Поэтому лучше выигрывать, и все будет нормально. Под конец встречи у Александра Карелина журналисты поинтересовались отношением именитого спортсмена к тому, что его называют русским терминатором. Его ответ заслуживает наивысших похвал. Ужасающий образ русского солдата, победившего в Великой Отечественной войне, он намного правдивее, намного победоноснее и намного более убедительен для всего остального мира, нежели те липкие определения, которые ко мне якобы определяют. Я к этим никогда не стремился. Я борец из Новосибирска, житель Азиатской России. Сегодня служу в парламенте Российской Федерации. Но именно репутация русского борца для меня намного важнее, чем любые из сложных определений. Завершилась встреча фотографированием и раздачей автографов. А эмоции мальчишек и девчонок были оправданными. Встреча удалась. Это значит, что она в их памяти останется надолго. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Но мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Анастасия Мелешкиевич, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости о ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин